Глава района и глава города Петухова обратились к коллегу Богомолову за финансовой помощью в размере 21 миллиона рублей. Петуховские тепловые сети задолжали поставщикам угля и электроэнергии, а оборудование котельных практически вышло из строя из-за сильной степени изношенности. В этом году предприятие сработало и поимело убыток в 16 миллионов рублей. То есть сложилась обстановка, не дорассчитываемся с поставщиком угля, это по энергоуголь в размере 9 миллионов рублей, электроэнергия использованная была предприятием и не дорассчитываемся на сумму 5 миллионов рублей и плюс ко всему еще 2 миллиона за экологические выбросы. При этом в Петуховском районе самый высокий тариф на гигакалорию тепла – 2872 рубля. Заработная плата ряда сотрудников предприятия-должника превышает 30 тысяч рублей. В тарифе на 2013 год учтены закаты на проведение обследования энергетического оборудования на 500 тысяч рублей. Что-то сделано на эти 500 тысяч рублей? Никакого отчета у вас нет. Три миллиона ремонтных работ, пусть и текущие, тоже надо было бы представить полный отчет, что было сделано на эти деньги. Планируется в этом году? Ну я не готов сказать. Николай Арзин заявил, что с недавнего времени у предприятия сменился собственник и теперь финансово-хозяйственная деятельность будет вестись по-другому. Но в этом году без помощи областных властей не обойтись. ООО «Тепловые сети» сегодня практически парализует подготовку к зиме. Как зимовать-то будет? Это очень легко и просто. Дайте 21 миллион рублей из областного бюджета на подготовку к зиме. Кому дайте? Частному оператору ООО «Тепловые сети». Какие основания областного бюджета выделять 21 миллион рублей частнику? В конце совещания Валерий Миронов отметил, что губернатор принял решение направить обращение в прокуратуру Курганской области. Будет проверена вся хозяйственная и финансовая деятельность предприятия на предмет законности расходования денежных средств.